Друзья, всем привет! Воскресный день, а это значит сюжет о недвижимости. Прямо сейчас мы с вами прилетаем на север Москвы. Мы находимся буквально в трех километрах от МКАД в районе Митино. До ближайшей станции метро Митино здесь пять минут ходьбы. И сегодня мы с вами послушаем невыдуманную жизненную историю, где человек, проживая в Москве, в двухкомнатной квартире с женой и тремя детьми, в один момент подумал, а почему бы ему по приколу не попробовать продать свою квартиру. И знаете что? У него это получилось сделать очень быстро. Этот выпуск будет насыщен информацией, и я уверен на 100%, что он у вас вызовет бурную реакцию в комментариях. При этом, посмотрите кадры с коптера, мы находимся в районе Человейников. Здесь куча многоэтажек, это бешеная застройка. Он находит квартиру вот в этом доме, которая ему понравилась, но она правда стоила на 10 миллионов больше, чем у него есть. Как он вышел из этой ситуации, для чего он это сделал? Что это за квартира? Вы узнаете обо всем прямо сейчас. Приятного вам просмотра, мы начинаем. Знакомьтесь, Тимофей, 31 год, и это тот самый человек, который сегодня нам поведает очень интересную историю. Тимофей, краткая предыстория. Раньше ты жил в районе Химок, Куркино. Отсюда, примерно до твоего дома, 15 минут езды на машине. То бишь ты переехал из одного района в соседний. Я это скажу проще. Ты проживал в двухкомнатной квартире, 56 квадратов, трое детей у тебя, два года сыну одному. Ну, пять и десять. И все парни. И все мальчики. И жена есть, которая весела в такой веселой компании. Да. В какой-то момент тебе показалось то, что, а что бы хату не продать? Вот расскажи, как вообще такие мысли приходят в голову? Слушай, Дим, ну, на самом деле мысли о том, что надо расширять жилплощадь и переезжать, были давно. Потому что, ну, во-первых, долго уже живем, надоел район. Во-вторых, ну, действительно, трое детей. Это двухкомнатная квартира, маленькая, балаган там постоянный. Приходишь, там просто аншлаг. И тут, буквально в апреле этого месяца еду в метро, вижу объявление. От одной крупной компании специально я попросил его опустить, что это за компания. Да, я не буду называть, потому что разные о них отзывы. Ну, типа, выкупим квартиру вашу за семь дней по рыночной стоимости. Я такой, фигня какая-то. Потом опять натыкаюсь на эту рекламу. Думаю, ну, ради интереса закину им свою квартиру. Мало ли, а вдруг. И тут они предлагают довольно хорошую сумму. 13 миллионов 800 за 56 квадратов в Куркино. За монолитный дом был. При этом рыночная цена ты не смотрел? Сколько такая квартира на Циане примерно стоит? На Циане рыночная цена рекомендованная 11 200. В прошлом году за 10 300 такую же квартиру сосед купил сверху от меня. А тут они 13 800 предлагают. Да, то есть, получается, они предлагают купить тебе квартиру на 2 миллиона больше, чем ее торгуют люди на вторичке. Ага. Ух ты. И я сразу тоже с риэлтором знакомым связался. Говорят, вот там какой-то обман, обман, развод. Но, в общем, у меня получилось им продать. Как? Не знаю, рассказать. Давайте сделаем так. Так, смотрите, я сейчас кратенько с твоих слов озвучил. Ты закинул им свою квартиру, тебе прислали договор, который ты начал читать. Увидел в нем кучу подводных камней, но отправился к ним в офис с камерой. Да. Безья, сегодня все блогеры, все ведут YouTube, Instagram. Тимофей, не исключение, завел себе Instagram, YouTube, да? Instagram, но сейчас я YouTube хочу вот про это подробно снять. Факт в том, что ты туда пришел, он мне звонил об этом, предлагал еще вот как раз в мае месяц, мол, поехали со мной снимать. Ты пришел к ним, начал там вести диалоги, и в итоге, в итоге, каким-то чудом у тебя квартиру твою выкупили за 13 700. Вообще нереальная стоимость. Значит, еще раз говорю, это ни в коем случае не какая-то скрытая реклама сам факт того, что человек реально продал квартиру, у тебя ее забирают, и буквально через неделю после подписания договора тебе уже говорят, а ну пошел отсюда, это наша квартира. Ну, там две недели, через неделю нам прошла сделка, они переоформили на себя право собственности, нам раскрылся аккредитив, и мы получили деньги, и давалось там три дня, чтобы ее полностью освободить. И тут хоба, деньги поступили, где жить, что делать. То есть ты к этому был не готов? Ну, как бы нет, мы к всему всегда готовы. Ну, на дачу там переедем, думаем. Ну, я отправил жену с детьми на дачу, сам начал у друзей жить, то у одного, то у второго, переходя каждый раз. А что с женой-то на дачу не поехал? А потому что мне ездить на работу, а дача в Рузе, то есть, ну, долго. Что делать? Начали искать объявления, что вообще можно посмотреть. Находим, квартира продается в Митино. Очень понравилось, трехкомнатная, 16 миллионов, смотрим вообще на фоне остальных всех объявлений, и по площади, и по ремонту, ну, просто идеальное предложение. Звоню, мне говорят, ну, да, есть трешка, но это не совсем трешка, это пятикомнатная квартира, объединенная. То есть, трешка и однушка, но однушка сделана так, что можно из нее и пятикомнатную сделать. Сегодня мы это увидим, в гости нас приглашают. Да, да, очень интересный ремонт, очень интересная семья нам их продала позитивная, вот. Ну, и думаем, давай, ладно, посмотрим, почему бы не посмотреть. Вы видите кадры с коптера? Какие-то новостройки, высокие дома. И вот мы стоим на фоне твоего дома, панелечка, 1998 года. На крыше, обратите внимание, еще там живут люди. Мансарда такая сделана, да, которую люди переделывают для того, чтобы там можно было проживать. Друзья, вы можете поверить в это, что вот подобную панельку можно, в принципе, встретить и по Московской области, и по России в целом. Знакомый общий вид такой, облик дома. Но здесь квартиру ты покупаешь за 23 500, да это просто можно сейчас офигеть. Самый прикол в том, что у тебя есть ласточка, вон она, друзья, Вольво, серебристая, золотистая. За 300 тысяч купил? За 300 тысяч и 500 вложил. Красава! Такое ощущение, как будто мы сегодня нарвались на капера Тимофея, который предложит вложить тысячу рублей, поднять десятку. Ну, нет. Шучу, конечно, Тимофей, ну, в целом, вот этот райончик, тебя все здесь устроило, все понравилось? Дети, вот школа, вот там вот детский сад, все отлично. А очередь? Ну, мы многодетные, нам все равно. А, у вас без очереди, у вас уже дети могут... Так же, как и налог на машину я не плачу. Блин, ну, вот такая история. Ну, что, пойдем уже, всем интересно посмотреть, что там за квартира. Погнали, погнали. У меня прямо у самого руки чешутся. И я уже чувствую удивление людей, и вот этот вопрос, чего вот в этом доме квартира 23,5 миллиона, особенно те, кто проживает по России, в маленьких городах. Да как такое вообще возможно? Да лучше бы купил себе дом, купил себе хорошую машину, а не вот это вот все. Ну, и секундочку забегая вперед, скажу, что площадь квартиры практически 150 квадратных метров. Тимофей человек позитивный, жена его человек позитивный. Мы со всеми чуть позже пообщаемся, но сперва я вас познакомлю со спонсором, с приятным спонсором этого выпуска. А есть среди вас хотя бы один человек, который не любит выходные? Вы так прекрасно прийти домой, завалиться кабанчиком на диван, взять в руки пульта телевизора, и сразу стоит вопрос, а что посмотреть? Бесполезного контента на ютюбе сегодня хоть отбавляй, а посмотреть-то хочется ролик, чтобы он был и краткий, и информативный, и с легкой подачей, и все это есть. Канал Карена Карапетяна, где как я все люблю, прям песня, который является архитектором и интерьерным дизайнером. У Карена очень живые и легкие ролики, и все по существу. Вот 8, 10, 12 минут заходят легко. Человек профессионально занимается дизайном интерьеров, и это чувствуется. Он детально разбирает различные темы. Вот смотрите, из последних сюжетов. Разумная перепланировка трешки, 120 квадратов. Да, не у каждого человека такая большая квартира, но можно посмотреть, интересно посмотреть. И в дальнейшем, когда вас коснется вопрос ремонта, разумной перепланировки, обустройства вашей квартиры с точки зрения, куда правильно поставить шкаф, вы сможете его профессиональные знания применить на своем личном опыте. Теперь перейдем к пеналам. Они тоже с небольшим секретом, потому что внизу у нас здесь есть посудомойка. Ну это же круто. Бесплатное знание, друзья. Тематическое детское. Как организовать детскую, где ребенку будет хорошо? Такой вопрос волнует каждого родителя. Обзор кухни будущего. Вот казалось бы, кухня будущая чего? А свои фишки действительно есть. В общем, интересно посмотреть. Человек показывает нереально крутые детали. Хорошая картинка, чистая речь, легкая подача. Все по существу без лишней воды. Все это на канале Карена. Если вам интересны ролики про дизайн, про интерьеры, как что лучше сделать, как создать уют у себя дома, у себя в квартире. Друзья, обязательно переходите, подписывайтесь. Такие каналы действительно редкость. Ссылка на канал Карена ждет вас в описании и в первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Мы подходим ближе к подъезду 23500. При этом, друзья, посмотрите. Все по-нашему по-русски. Командный пункт. Здесь прямо написано, окурки не бросать. Тут у нас, посмотрите, ковер-самолет сушится. Какая-то коробка из-под пиццы стоит. Машина, которая не должна здесь стоять, потому что это специально сделано для колясок. Откуда ты вышел, спокойно поехал. Все понаставлено так, как удобно. Что тебя бесит в этом подъезде? А я расскажу, что меня здесь бесит. Тут три двери входных. Две с домофоном. И когда ты идешь с колясками, с коробками, с пакетами, тебе надо открыть три железные двери. И я уже борюсь с этим. Консервский говорю, старший по дому, что ну нафига нам три двери. Ну оставьте вы одну. Ну одну там еще ладно, просто без замка на ночь можно закрывать. Нет, надо закрыть. Все наркоманы, наркоманы ходят. Я говорю, да я не видел ни одного наркомана. У меня там вон состоит. Ну что вы... Короче, у вас здесь тройная система защиты. Пойдем, покажем. Это первая. Это первая, это сейчас консьерж. Ну понятно, в зимнее время это так было бы закрыто сейчас сразу. Это вторая дверь, которая закрыта. И это третья. И еще и консьерж сидит, который за всем этим бдит. Ваш не надо ни в коем случае. Заходим. Подъезд в принципе чистый. То есть как бы ничем не воняет. Посмотрите. Ну поделочки стоят. Видно то, что жильцы живут с детьми. Соответственно лифтик старенький. Ну все как вот положено. А в следующем году нам их поменяют на номер. А, ну в следующем году здесь будет элитный многоэтаж. Какой? Десятый этаж. Нажимаем. И отправляемся, друзья, смотреть элитную квартиру. 140 или 150 в итоге? Почти 150. 140 там. Сейчас ты поймешь, что там присоединена общая площадь. В целом жильцы, соседи как? Я их вообще практически не вижу. Ну вообще они позитивные вроде как. Вот так, чтобы в подъезде то курило РАУ. Нет, такого нет. Но у нас еще шумоизоляция по всей квартире. Мы ничего не слышим. По соседству? То есть никто сейчас с ремонта не долбит, не сверит? То есть ты заехал в обжитой дом и живешь здесь. Да, да. Ну что, вы готовы? Еще одна дверь. Опа-на. Еще одна дверь. Четыре двери. А еще там одна в квартире. Ну так много, много дверей. И самое главное, друзья, вот он, пожалуйста, улучшил свои жилищные условия. Живет с мамой, ну с тещей, которая его никак не напрягает. И самое главное, долгов-то нету. Никакой ипотеки. Да, мы с ней вискарик можем выпить вечером. Вот это вот жизнь, ребята. Пойдемте смотреть. И вот смотрите, вот это вот так вот должно было быть. Вот как у всех. Да, вот тут общий коридор. Но тут начинается сразу квартира. Хотя тут уже должен быть общий коридор. Твои имения. Ну и думаем, давай, ладно, посмотрим. Почему бы не посмотреть? Приезжаем, квартира жутко нравится. Просто, ну, сейчас все увидите, поймете почему. И понимаем, что рушить ее нельзя, эта квартира. Вот, ну, нельзя. Она должна остаться такая. То есть предлагал риэлтор, давайте тут стену сделаем, тут дверь сделаем, разделим ее однушка и трешка. Потому что на однушку я найду быстрого покупателя, на трешку... Короче, геморрой самый натуральный, простыми словами. Она перепланирована, вообще все, незаконная перепланировка. Сейчас ты увидишь. Ты, короче, влетаешь в такую дикую авантюру. У тебя жена как вообще на это отнеслась? То, что флату продали. Она у меня такая же авантюристка. Она такая, да, я только за, только надо понять, где нам взять 10 миллионов. Потому что квартира 23 с половиной. Ну, объясни, даже, чтобы людей не запутать. Тебе предлагали разделить эту квартиру и за 16 миллионов забрать трешку. А если ты хочешь ничего не ломать и забираешь полностью с этой однокомнатной квартиры, то получается 23 с половиной миллиона. А у вас есть, условно, 13 с половиной. Да. А причем 16 у меня тоже не было. Мне ипотеку не дают банк. В общем, нет вообще ни копейки. Класс, супер, красава. И как бы, что делать-то? И тут начинается... Посещает тебя гениальная мысль. Да, я говорю детям, всем, жене, все, давайте, мы посмотрели, всем понравилось. Мы просто представляем, что мы уже живем там. Что вот это уже случилось. Успех. Что, как бы, потому что, ну, мысли материальные, я в это верю на самом деле. Но как это сделать? И начинается мысль о том, что, а давайте с кем-нибудь объединимся, с кем нам будет комфортно жить. Позвонили друзьям, они такие, ну, типа, круто, вы хорошие ребята. Вы изначально хотели друзьям предложить купить квартиру. Это серьезно. Вторую однушку. И жить так, ну, на две семьи, потому что квартира большая, думаю, мы живемся. Но в итоге пришла в голову мысль. У жены есть мама, с которой я в очень хороших отношениях. Она клевая женщина. И мы с ней всегда на позитиве. И, в принципе, мы с ней уживемся. В Октябрьском поле есть двушка, она живет одна. Ей скучно, откровенно, скучно, потому что она одна живет. И нам с детьми классно помочь можно, потому что одна жена не справляется с тремя детьми, потому что я на работу езжу постоянно. И она будет жить не в квартире, где ремонт, извините меня, вообще был никакой. Вот она всегда хотела хорошую квартиру. И у нее здесь получается отдельная комната, своя полноценная. И мы ей предлагаем, а давай объединимся, тетя Наташа. А она сразу, нет, это невозможно, вы ненормальные. Вы мошенники. Да, это вы хотите, там вообще. И она, нет, в отказ и все, мы уже расстроились. Возьмите ипотеку, мы говорим, не дают мне ипотеку. И плюс ипотека 70 тысяч в месяц мне надо было бы платить на протяжении лет 10. Тимофей, я тебе, извини, перебью. Ты скажи, пожалуйста, вот у тебя жена сидит с детьми, ты работаешь. Чем ты занимаешься, вот и просто, если не сложно, какой у тебя клад? Просто, чтобы людям было понятно, вот в какой ты такой жизненной ситуации. Если это можно. У меня небольшой клад, у меня 100 тысяч рублей. Это для Москвы, считаю, ну, небольшие деньги. Это условие того, что у тебя жена и трое детей. Да, на троих детей и жена не работающая. Занимаемся, я работаю в компании, которая занимается промышленным обслуживанием и ремонтом трубопроводов. Там Северный поток-2, там всякие газпромовские и так далее трубы. Мы ремонтируем их, ну, я там чисто на охладе. И при этом тебя вот с твоим доходом вот эта авантюра никак вообще не испугала? Нет, я же люблю авантюры. Но, как бы, есть тростепенные небольшие доходы, но, в общем, на сотку в месяц мы выживаемся. Друзья, наматываете на ус, вот так вот в жизни бывает. В итоге, это все дело, то, что ты сейчас рассказываешь, происходит буквально в течение одного месяца. Да, и самая история в том, что я понимаю, что ее сейчас продадут, эту квартиру. Я договариваюсь с владельцем и с риэлтором, мы встречаемся, я им вношу 200 тысяч за датка. А, за даток. За даток, что я уже... Задаток это не возвращается. Не возвращается, да. Я готов потерять 200 тысяч, и говорят, дайте мне полторы-две недели, я что-нибудь придумаю, выкуплю всю площадь. У меня нет на тот момент ни трех миллионов недостающих на трешку, ни десяти, тем более на всю площадь. Надо уговаривать маму жены, привозим ее в эту квартиру, она дикий визуал, ей очень сразу нравится. Ну и через пару дней она говорит, я готова. И таким образом она дает согласие на продажу своей квартиры, вы, соответственно, эту квартиру точно так же отдаете на выкуп. Эта компания... Ценник вас тоже устраивает. Вы за сколько ее продали? Маму квартиру за 13 800. У нее была двухкомнатная площадь какая? 51, но на Октябрьском поле это гораздо ближе к центру. Да, то бишь у вас получается... 13 700 плюс... 13 800 плюс... Ну, даже там 27. Ну, куда-то потратилось. Ну, загуляли, естественно, отметить. Короче, у вас получается 27 миллионов, и вы звоните счастливые, что все, деньги есть, 23 500, выходим на сделку. В силу того, что вы покупаете за наличку, продажа происходит от собственника на прямую, сделка у вас проходит быстро. За один день, потому что там история еще круче. Почему ее так дешево продавали, я сейчас расскажу. Мы через нотариуса делали сделку, и у нас за один день регистрация прошла. То есть мы уже в тот день, когда подписывали договор и вносили аккредитив, уже заехали в этот вечер в эту квартиру все вместе. Она была пустая, она 10 лет, даже больше она стояла, и в ней никто не жил. Просто людям не нужна была эта квартира. Ну, вот так вот люди живут. У тебя была раньше московская прописка, здесь тоже московская прописка, потому что это является еще как бы городом московской, несмотря на то, что мы находимся за МКАДом. И здесь можно продолжать болтать бесконечно, но, друзья, давайте-ка отправимся и посмотрим, что там у тебя за квартира, собственником которой вы уже являетесь. Документы у вас есть, то есть все прошло без подводных камней. И если кто-то будет писать в комментариях, что завтра тебе сейчас все разворот-поворот... А мне уже так говорили, но соседи снизу, об этом я расскажу в квартире. Пойдемте. Итак, друзья, экскурсию по квартире вам устрою я. Мне Тимофей все рассказал. Значит, смотрите, что важно понимать. Квартира была куплена первым владельцем в 1998 году, когда дом был сдан. На основании этого все, что вы сейчас увидите по ремонту и по идеям, как это было сделано, это было сделано 23 года назад. Вы должны это понимать. Люди, которые проживали в этой квартире, я скажу кратко, это состоятельные люди. Поэтому денег они вложили сюда нехило. Что мы получаем? Порядка 150 квадратных метров. Мы заходим сюда. Здесь изначально должен был быть сделан предбанник, потому что квартира с полной перепланировкой. Вот этот шкафчик гардеробный, изначально здесь шла дверь в однокомнатную квартиру. То бишь, однокомнатная квартира, она находится там. А в левой части у нас находится трехкомнатная квартира. Вот сейчас здесь, например, сделан гостевой туалет. И что мы получаем сейчас на выходе, как готовый вариант? Ну, в первую очередь, просторная прихожая. Можно зайти, раздеться. Над нами, покажи, пожалуйста, сделана приточная вентиляция. Здесь по квартире своя система воздухоочистки. Здесь кондиционеры стоят, вентиляция. В общем, чтобы кислорода было достаточно. И мы сейчас заходим в первую очередь на кухню. Здесь находится Екатерина, супруга Тимофея. Двое детей, маленький еще ребенок есть, который ушел гулять с мамой. Мы со всеми сегодня пообщаемся. Большая кухня, просторная. Тимофей заявляет о том, что когда-то эта квартира даже попала в один из журналов, как квартира с уникальным ремонтом по-своему. То бишь, это вам не хухры-мухры. Все, что вы увидите в деталях. Понятное дело, что квартире 23 года. Где-то отвалилась плитка. Обслуживание не оттребует. Но они ее купили и не сделали здесь ровным счетом ничего. Все, что вы видите, это досталось им по наследству. При этом, если начать присматриваться, некоторая техника является именитых брендов. Проходя дальше, мы попадаем с вами в огромный зал. А вот здесь, посмотрите, пожалуйста, как это сделано. Когда-то у них здесь даже был сделан отдельный домашний кинотеатр. Вот этот стол стеклянный, казалось бы, стеклянный стол, нам говорят, что он стоит якобы чуть ли не полтора миллиона рублей. Диван, вот этот, да, затертый, пошарапанный диван, потому что, ну, 23 года. Но сам факт того, что тоже диван какой-то именитый. Я с вами соглашусь, что кто-то скажет, да ну, блин, как-то все по-странному нагромождено. Но, ребята, 98-й год. Когда-то сюда заходишь, все это свежее, новое. Ну, поймите правильно, 20 лет назад это тоже роль имеет. Вот здесь у нас, получается, сейчас сделана спальня. Хотя изначально вот этот диван стоял вот здесь в углу, а здесь стоял кинотеатр. Потому что здесь, видно, сделана дополнительная шумоизоляция. Включаешь фильмец и кайфуешь. Сейчас они здесь сделали себе спальню. Очень много различных скрытых функций. Вот, например, здесь у нас идут подогревы пола по всему дому. Встроенные колонки с музыкой. Соответственно, много фишек, которые были использованы. Квартира эта непростая. Точно так же, как и первые владельцы. Явно были какие-то графья. Но вот смотрите, казалось бы, диван. Рольф Бенц. Забиваю в поиск и вижу, что немецкие диваны. Цена 749 тысяч рублей за штуку. Как вам такое? И вот здесь таких деталей очень много. Стол, про который я сказал, что он стоит полтора миллиона рублей, он тоже какой-то именитый. Здесь, например, делают акцент на потолок, что он тоже необычный. Какие-то вставки, массив дуба. Друзья, очень много вещей, которые на первый взгляд кажутся простыми, а на деле являются дизайнерскими и стоят огромных денег. И я тоже задаюсь вопросом, зачем состоятельным людям квартира вот в таком панельном доме? А все просто. На момент 98 года, когда дом был только построен вокруг, не было такой массивной застройки. А у людей офис находился на севере Москвы. То есть, они купили квартиру поближе к работе. Таким образом, из этих 1- и 3-комнатных квартир получилась вот такая большая площадь, которая полностью была построена внутри, изначально под них. Скрытых коммуникаций, скрытых фишек, шумоизоляции здесь хоть отбавляй. Мы идем с вами дальше. Вот в этом крыле, получается, у нас сейчас будет находиться еще дополнительная комната. И вот эта и эта часть относятся к однокомнатной квартире. То есть, вот эта вот уже была объединена, переделана. Комната для детей. Большой гардероб. Посмотрите. Фоймите правильно. Трое детей, трое взрослых. Где-то какой-то беспорядок. Ну, дети живут. Это отдельная история. Тут уже выводы делать сами. Мы смотрим просто саму планировку. Здесь у тебя получается балкон. На балконе у нас отдельно выведена подорея. Здесь органы управления вентиляцией приточной. За окном у нас находятся два кондиционера. Факт в том, что какая-то изюминка в этой квартире есть. Подчеркиваю, что здесь еще старый дизайн, старый ремонт. По-хорошему, если сейчас это все переделать, там доиграть, ну, площадь огромная, планировка интересная. Можно действительно сделать нечто крутое. Крутое. Пойдемте дальше. Вот здесь дополнительная комната, которая как раз от той самой однокомнатной квартиры. Сюда мы заходить не будем, но кратенько вам покажем, потому что это комната тещи. Она не очень хочет общаться на камеру. Она сейчас, как я сказал, гуляет с ребенком. Но сам факт того, что есть отдельная комната, которая является ее... Вы все поняли. А вот сюда, ребята, куда мы отправимся, здесь прям вот то, от чего Тимофей кайфанул, когда пришел первый раз. Когда-то здесь была кухня. Но из кухни сделали полноценную зону отдыха. Душевая кабина раз. Большая раковина два. Туалет, биде, джакузи, сауна. Как вам такое? В квартире 98-го года с виду панелька. А тут ты приходишь и можно устраивать пенную вечеринку. Можно... Подчеркиваю, конечно, вы посмотрите. Я точно так же обратил внимание. Ну, где-то уже старенькая. Люди с этим не спорят. Но им идея, как сделано, понравилась. Поэтому здесь места достаточно. Сауна работает. И это стоит в трех километрах от МКАДа 23 500 миллиона рублей. Как вам такое? Пообщаемся с Екатериной. Кать, смотри, вы проживали в двухкомнатной квартире. Вам откровенно стало тесно. У нас даже была не то, что двухкомнатная, скажу больше. Это была студия, из которой мы сделали двушку, по сути. То есть у нас была кухня с залом, где в зале мы спали. Дети были в отдельной комнате. Комната была 11 квадратов. То есть, ну, сам понимаешь, да? Как бы трое детей в одной комнате такое себе. Вот. Ну, я с легкостью попрощалась с этой квартирой. Хоть там и приятный район очень был. В апреле приходит домой муж и говорит, я, короче, решил хату нашу продать. Да. Выставляет ее. Приходят люди, смотрят и говорят, все, мы забираем. Слово за слово. Деньги падают. Квартира продана. У вас две недели. Нужно выезжать. Параллельно с этим вы пришли сюда. Он нашел объявление. Когда ты сюда первый раз пришла. Вот 98-й год. Такая, да, на тот момент просто шикарнейшая квартира. Твое первое впечатление? Слушай, первое мое впечатление, что Митина 23. Ну, что-то перебор как-то. Вот. Но с другой стороны, да, когда ты ходишь, у нас, объясню сначала, у нас в нашей до этого квартире абсолютно другой стиль. У нас полный минимализм. Кирпичные стены синего цвета, как бы. Здесь ты приходишь, камин, люстры хрустальные. Царский какой-то такой стиль. Царский, да, да. Вот эти вот рюмочки стоят в отдельном графине каком-то, в стеклянном шкафу. Ну, это не мое сто процентов. Мы это понимали. Но как бы ванна, джакузи, вот это все, оно просто выстрел в голову. Мы сказали, все, да, нужно это брать. Мы понимали, что это же не на всю жизнь. Слушай, нам нужна большая квартира. Она большая. Рядом школа, сады, метро. Как бы все, что нам нужно. Почему бы и нет? Давай попробуем. Вот я просто хочу, забегая наперед, я прекрасно понимаю, что куча людей, как обычно, в комментариях будет из тех, которые скажут, купили хрень. Да что это такое? Вот ответим сразу наперед. Твое мнение по поводу того, что тебе люди будут писать, что вы зря это сделали. Слушай, зря это сделали. Лучше сделать что-то зрячим. Вообще ничего не делать. Начнем с этого. Это раз. Во-вторых, слушайте, когда вы живете в 50 квадратах с тремя детьми, шумными детьми, мальчиками, то переехать, извините меня, в 150, это вообще далеко не зря. И просто, ну, как бы нет, не зря вообще. Ты спросил, каково это вообще жить с тремя детьми, мальчиками. Ты смотри. Вот это нормальная обстановка, если что, у нас абсолютно. Вот, одного уже длиннета в слез. Все разбросано. Ну, класс, огонь вообще, видишь? Очень весело, максимально прям. Вот, а потом ты спрашивал, каково вообще это, типа, переехать? Как тебе в этой квартире? Вот после этого я могу просто уйти в другую комнату, и меня не найдут, понимаешь? Короче, квартира нам очень нравится, особенно мне. Вот глядя на этот район, сразу возникает вопрос, куда здесь вечером ставить машину? Потому что сейчас на момент записи пятница, 12 часов дня, люди отработают, вернутся домой. Еще, друзья, внимание, лето, потому что многие идут на дачу, уезжают, дворы по выходным посвободнее. Расскажи, каково это, в таком дворике проживать? А вот я тоже думал, каково это. А как ни странно, вот тут находится место, и такого прям коллапса, как в Химках, в тех же самых, где люди ставят там вообще друг на друга машины, тут такого нет. Но зимой посмотрим, что будет. Но при этом здесь еще важный момент, что 5 минут пешочком, и будь станция метро. Да, это было аргументом самым главным, когда искали квартиру, чтобы метро было близко в пешей доступности. Тут реально вот 5 минут, вот оно метро за этими домами. И при этом рядом с нами находится Пятничное шоссе. Пятницкое. Это шоссе, на котором огромные постоянно собираются пробки, но в силу того, что мы... Да, это стереотипы, на самом деле, пробки были лет 5 назад тут. Они собираются вот там вот, за Московской областью, в Московской области. А тут все нормально, тут едет. То есть ты спокойно сел, поехал, ты вот... Ну, как бы транспортная доступность в Митино гораздо лучше, чем в Химках и в Куркино, где я жил. Инфраструктура. Помимо детского сада и школы, мы поняли, что с этим у тебя конкретно проблем нету. Ну, магазины сетевые, еще что-то. Всего полно. Кафешек мало хороших таких. И люди немножко топорные. Ну, какие-то они, ну, немножко бедловато есть. Но, в принципе, гораздо лучше, чем в местах, где дома вообще по наследству по несколько раз переходили. Тут, в принципе, люди в 98-м году покупали за налик квартиры в основном. Поэтому они еще более-менее. Геолокация здесь гораздо лучше, потому что до этого мы были в Куркино. В Куркино, конечно, район гораздо приятнее. Но метро вот это решает прям. Там, да, тоже сады, школы, все. Мега, Икея, все рядом. Но метро нет. Это вот прям главный минус. И от МКАДа все-таки дольше ехать было. Тут прям минута. Когда вы поняли, что вам не хватает всего лишь 10 миллионов рублей, и при этом ипотеку вам не дают, кредит взять негде, а купить хочется, и то, что нужно брать в оборот маму. Я вспомнила, что у меня есть любимая мама, которая тоже как бы живет одна, во-первых. Ну, я понимаю, что ей реально скучно, потому что она тоже очень общительный, такой движовый человек. И все будут в плюсе. У нее квартира еще старее, чем у нас. Ну, как бы там вообще ремонта не было. Там реально были очень большие проблемы с квартирой. Потом позвонила мама, буквально два дня оставалось до момента, когда уже все, мы должны выбирать, либо трешка, либо все. Она сказала, что все, окей, я согласна, куда идти и так далее. Ну, в принципе, все так и произошло. Вот вы здесь живете, можно сказать, первый месяц. То есть вы еще даже за квартиру пока ни разу не платили. Поэтому, друзья, акцент делаем на том, кто-то напишет, почему там что-то валяется. Люди только заехали, люди только въезжают. Цена коммунальных услуг примерно за эту квартиру будет составлять 12 тысяч рублей примерно. Плюс вы многодетные, у вас будут льготы. Какие минусы ты увидела в этой квартире, когда ты сейчас уже зашла, так начала обживаться? Может быть, что-то ты подумал, блин, вот это плохо, а тут не понравилось. Да, минусы, честно, планировка кухни. Ну, как хозяйка, да, мне вообще дико неудобно ставить там чашки, посуду. Как бы все из-за того, что очень большое пространство, как бы под рукой, прям очень сложно все положить. Это раз. Других минусов нету. Вообще, от слова совсем. Знакомьтесь, Максиму практически 10 лет, и Вове 5 лет. Макс рубается в Майнкрафт, Вован тоже во что-то там играет. Парни, вот расскажите, вы проживали в одной квартире, переехали, буквально месяц прошел. Как вам здесь? Мне очень нравится. У меня были ощущения, что это просто сказка, а не квартира. Серьезно? Да. Слушай, ну а ты когда там жил, знаешь, что бывает в детстве, там в твоем возрасте, тяжело переезжать, потому что там друзья какие-то еще. В этом плане как? Я очень грустил, но потом привык. Тебе еще удобно, да, что у тебя братья есть, с кем-то ты можешь погулять, подружить. А здесь уже с кем-то познакомился? Да. Ну и как? Нормально? Да, все нормально, только иногда дети бывают неадекватные. Но это ладно. Прости вы, да? Слушай, что в квартире тебе нравится больше всего? Сауна, джакузи и много места. Разрешают родители там плескаться так, чтобы в разные стороны все летело? Нет. Не разрешают? Но хотелось бы, да? Да. Слушай, Вов, а тебе что нравится? А мне сначала понравилось, что типа мои глаза там была вот такая ком, но там не понравилось, и все было типа светло, так типа там все. Ну, места много, да, в квартире нравится? Раньше жил, одна комната была, да, где вы там вдвоем с братом, а теперь у вас, можно сказать, тоже одна, но у вас прям места больше, да, стало? Ну да, больше. А что не нравится в квартире? Есть такое, что тебе не понравилось? Ну, мне не понравилось, то там, чем побыл холодильник, который сильно плохо пахнет. Здесь, да, в этой квартире? Ну, мама потом его помоет с бабушкой, и будет хорошо пахнуть. Хорошо. Слушай, а на улице выходишь, гуляешь здесь как? Нравится? Ну, да. Мне понравилось больше всего, что там огромнейшая площадка. Детям все нравится, всем все нравится, народ кайфует. Да. Какие у тебя увлечения? Смотри, там в Майнкрафт врубаешься? Да. Ну и как оно? Проходит? Да. Получается все? Слушай, а что сегодня в трендах вообще у детей? Вот что сегодня такое популярное ты бы назвал? Ну. Что сегодня круто? Поп-ит. Поп-ит? Да, но я его ненавижу уже. А вообще из музыки, что в основном сейчас там твои сверстники слушают? Моргенш-то верно. Популярный, да, все-таки парень? А не то, что он матершинник, ничего страшного? Нет. Ему пофиг. Я понял. Ну ладно, друзья, вам мы желаем успехов, чтобы вам в квартире жилось хорошо. Слушайтесь родителей, маме помогайте обязательно, чтобы мама чувствовала себя самой главной женщиной в вашем доме. Тимофей, я хочу тебе сказать, что у тебя вообще крутейшая семья, у тебя очень приятная жена, у тебя крутые дети, прям жизнерадостные, кайфуют, ну ты прям действительно как царь. А что мы с вами кайфуем? Я уже знаешь, я даже вижу, как в пятничный вечер ты такой с бокалом, шадо-мормо, проходишь здесь, как граф, садишься, тут у тебя камин, там у тебя то, там у тебя это. Слушай, подводя итог, ты доволен своим выбором? Да я вообще редко когда чем-то недоволен, а так безусловно, конечно, цена ниже рыночной у этой квартиры, я понимаю, что о чем я могу быть недоволен? Ну например, люди же скажут, знаешь, люди скажут, а вот захочешь продать, а вот вы дураки купили с этой незаконной перепланировкой, а другие не купят, а вот если на вас пожалуются, к вам придут, а вот вас заставят переделывать. Берем самый плохой расклад, узнали, предписание выдали, верну теперь начальное состояние. Господи, сделаю однушку, сделаю трешку и продам все гораздо дороже. Вот так вот. Вот так. Так что это не проблемная квартира, это золотая квартира. Вот эта квартира продалась буквально в первый месяц. Кто-то скажет, проблемная недвижимость. Друзья, чаще всего нам это может с вами показаться и высказывать свое мнение, выдавать свое мнение за действительность не совсем правильно. На сегодняшний день какие планы по квартире? Сделать немножко косметику, ремонт. Потому что, конечно, за столько времени она стояла 10 лет, отвалилась там штукатурка, там что-то потрескалось. Да и в принципе все, мы переделывать ничего вообще абсолютно не собираемся. Тимофей говорит, что он камин хочет снести, мне кажется, его нужно оставлять так, как есть. Он абсолютно сюда вписывается, ничего другое сюда, на мой взгляд, не встанет с данным интерьером. Поэтому только косметика, все. Слушай, Катя, расскажи, каково это было, знаешь, когда ты приходишь, например, в квартиру, тебе говорят, вот этот стол, для нас простых людей стеклянный стол, да он полтора миллиона. Это чей? Кто его сделал? Рольф Бенц. Рольф Бенц? На минуточку. Саня Матвеев сделал стол, короче, американский. И вот это вот типа стоит полтора? Слушай, ну, понятно дело, что нет, конечно, это не может стоить полтора, но это стоит полтора. Это, знаешь, это как ты покупаешь там, грубо говоря, Порш, но он так же в производстве будет стоить, как там другая, любая машина, но это просто бренд, да, это вот это, ну, как бы видно, что это ручная работа. Вот то же самое, как бы тут в деталях. Сначала, если честно, мы приехали, когда мы, я думаю, блин, ну, дети, тем более мои дети, они его раздолбают просто за пять минут, вот. Да, они его поцарапали, была мысль его просто затянуть пленкой, вот, но перед этим была мысль продать, что стол, что диван, потому что мы такие, блин, диван, стол какие-то, они слишком прикольные. Потом, когда мы уже посидели за ним, знаешь, это царские флюиды, они прилетели, мы такие, нет, мы ничего не продаем, ничего не меняем, оставляем все как есть. Слушай, а вот с мамой, мама сейчас гуляет с маленьким ребенком, вот она вообще пожив уже, здесь что в целом говорит, не пожалела она еще? Нет, она говорит, что она ни разу не пожалела, что ей безумно нравится здесь энергетика, на самом деле, вот есть у вещей, знаешь, энергетика такая, захочет, там машину новую, бушную, там какую-нибудь берешь, квартиру, неважно что, ну вот что-то не то, а здесь как-то так все тихо, спокойно, и у мамы после того, где она жила, реально с самого рождения, считай, да, там 50 с лишним лет, переехать сюда, конечно, нет, она в восторге. И самое главное, друзья, я подчеркиваю, то, что жена довольна, муж доволен, дети довольны, мама довольна, поэтому нам с вами обсуждать, и что, не тот выбор, не нужно этого делать. Тимофей, от тебя последнее, исключительное слово для наших с тобой зрителей. Какой ты им дашь совет, когда человек сидит, и вот знаешь, боится с завтрашнего дня, нестабильность, а вот что будет, а если я вдруг вот продал, не получится. Я считаю, в России самая большая проблема, то, что люди боятся что-то сделать, они вот осуждают, а вот ты не бойся, ты возьми и сделай, пофиг, что может не получиться, ну, неважно, надо что-то делать для жизни, а не сидеть на месте. Вот мы попробовали, у нас получилось, и классно получилось, и у вас получится. На моем канале, я хочу разобрать историю, как я все-таки продавал подетально эту квартиру, и если ты вставишь ссылку, я тебе буду безумно благодарен. Без проблем, друзья, еще раз вношу ясность, у него есть свой канал, где пусть он расскажет, что у него было, как он эту квартиру, свои квартиры продавал, как это выкупались, я к этому отношению не имею, он расскажет все независимо, поэтому вы посмотрите, сделайте свои выводы, какие-то вопросы будут, задавайте их напрямую Тимофею, ссылочку по его каналу, мы оставляем в описании, тебе огромное спасибо, было действительно приятно пообщаться, два часа общения с вами, пролетели на одном дыхании, я думаю, этот сюжет у нас получился позитивный, остается только подвести черту. Вот такой вот дом, вот такая квартира, вот такая вот жизненная ситуация, как бы вы поступили в данном случае, друзья, пишите ваше мнение в комментариях, мне, как говорится, не добавить, не убавить, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие новости, ставьте лайки, ставьте дизлайки, я надеюсь, ваше время прошло в удовольствие, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok